21 октября студенты инженерно-педагогического факультета Дагестанского государственного педагогического университета объявили бессрочную голодовку в знак протеста против слияния их факультета с технолого-экономическим факультетом. 258 студентов инженерно-педагогического института объявили протест-акцию. Причиной послужило то, что и у ректора ДКПУ подписало приказ об объединении двух факультетов, это инженерно-педагогический институт и технолого-экономический факультет. Все студенты единогласно протестуют против этого решения и готовы идти до тех пор, пока не принесут тот приказ, где будет указано, что инженерно-педагогический институт функционирует как отдельный факультет во главе с Магометом Хайбулаевичем. Ну, голодает где-то примерно 250 человек, получается. Это все студенты очного отделения нашего факультета, инженерно-педагогического института, получается. Ну, какое состояние, пока держатся на ногах еще все, никто еще не падал, скорую еще не вызывали. Так все сидят в аудитории, они занимаются своими делами. Это, получается, не посторонними делами, а задания делают, выполняют свои задания по разным дисциплинам, лабораторной работе. Получается, учебный процесс пока не пребывает, только на заданиях. По словам участников акции, объединение двух факультетов приведет к тому, что они получат не ту специальность, на которую рассчитывали при поступлении. Письмо с информацией о ситуации в ВУЗе студенты пытались передать в администрацию главы Дагестана. Однако шествие студентов к зданию Дома правительства остановила полиция. 24 октября состоялась встреча ректора университета Магомеда Абдулаева со студентами и преподавателями. На встрече руководитель ВУЗа объявил, что отменяет свое решение о слиянии двух факультетов. Сегодня ректор нашего университета, исполняющий обязанное ректора, пришел к студентам и сказал, что тот приказ, который он издал 8 октября 2014 года, что этот приказ отменяется и что реорганизации, оптимизации нашего факультета, нашего института с технолого-экономическим факультетом не будет. После оглашения нового приказа студенты временно приостановили Голодовку. Окончательное решение о прекращении протестных акций будет принято после того, как студенты увидят письменную копию приказа, сообщили корреспонденту Кавказского УЗла, бастующий студент. Всем студентам советуем, что всегда поддерживали свои студенческие права, что всегда шли до конца, добивались своей... Ко всем студентам России обращаемся. Чтобы не сдавались до 5 минут до удачи. Продолжение следует... Продолжение следует...